ПЕСНЯ 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 а а а а а а можно принять братья и сестер в нашем конечно первый раз у нас такое столько много народу но слава Господу что наш Господь есть Бог в 117 салме написано Господь сила моя и песня Он сопелся моим спасением голос радости и спасения в жилищих праведников десница Господня творит силу десница Господня высока десница Господня творит силу не умру но буду жить и отвечать дела Господь и мы а на самом деле так Господь дает силу мы сами люди что мы можем но мы молимся Господи укрепи то есть и наша сила в нашей немощи когда мы взываем Господу тогда Господь нам не помогает того что было много теоретических мыслей как сможем и сможем но Господь слава Господу все управил и даже получилось что вчера был такой труд упора в РДК и конечно народ пришел ну вот по сравнению раньше было по моему человек 20 невежущих то было считает в остальных и и алматы пишет что не умру но буду жить и возвещать дела Господни и церковь на себе как скажем предназначение церкви да возвещать имя дела Господни славить имя Его не свое имя а имя Господа и прославлять и вообще да такой труд и хотя некоторые может быть скажут ну что вот 30 человек приехало да ну вчера слава Господу три человека вышли на покаяние но они вышли Бог посеял их сердца там дальше будет сращивать уже не наше дело да наше дело возвещать говорить свидетельствовать а Бог будет взращивать все и знаете ну можно так мысль так ну то есть люди говорят что что это большое это такое хотелось бы конечно чтобы было много да что вроде как пробу приехало только а всего ну небольшое для мира как бы это мало что значение имеет да и я слушал псалом такой интересный там один философ жил на берегу моря он ходил там постоянно любил ходить по берегу и говорит там что большой такой был прилив один раз и много-много когда вода сошла осталось морских звезд на берегу и вот он ходит и говорит ну вот ну что жизнь да вот они жили раз вода сошла они вот сейчас умрут солнце только взойдет все они такие существа которые только в воде передвигаются по песку не мог и он говорит ну вот и жизнь такая что у нас и все и умрут и смотрит мальчишка ходит и сбрасывает их воду и он говорит ну что ты какая польза вроде как вот вот их тот миллион ну что ты несколько что скинул он говорит для них может быть ну вот для этой большая польза это и умрут понимаете три человека если пока для них может для всего мира это мало что значит но вот для этих трех человек при души которых для них может быть это значит очень много что приехал вчера Бог трудился и Бог произвел этот труд и мы будем благодарить Господа и будет всегда тогда нужно нам конечно уповать на его силу потому что так и полмопевицы говорят что Господь сила моя и дверь моя он заделся моим спасением голос радости и спасения в живущих праведниках правда же когда вот Господь с нами и радость на сердце какие бы там нас не окружали обстоятельства все равно потому что мы чувствуем что Господь с нами слава Богу и мы собрались сегодня прославить Его имя и у нас сегодня такое необычное маленькое служение я только открываю а дальше будут трудиться гости пусть Господь их благословит и мы помолимся и как в теле члена они заботятся друг о друге поддерживают друг друга для того чтобы действительно тело было полноценным оно было здравым оно могло выполнять те функции которые в него вложены то Слово Божие говорит что мы друг друга члены и поэтому если все тело это был бы голос один да поющий то а где проповедники да а где добродетель а где милосердие то все должно быть на своем месте поэтому конечно Бог через это все прославляется Господь и через гостеприимство и через жертвенность и через пение и через проповеди через все прославляется Господь потому что мы его церковь мы его тело которое оставлено здесь на земле еще до времени для того чтобы тот труд который начал наш Господь Иисус Христос чтобы этот труд был совершен до конца слава Господу и продолжаем наше служение мы предоставим место хору прославить Господа затем брат Сергей Рыбкин желает сказать стихотворение и брат Сергей Землян желает прославить Господу пожалуйста и брат Сергей Рыбкин по на заре на рассвете дня ты услышь Господи меня сердце мир свыше твой пролей Будь охраной моей, мой небесный отец, ты от радостью деть, ты мой пастырь благой, Бог и будь жив всегда со мной. Среди дня ты в борьбе внемли и меня на пути храни, Мой Христос, сам меня веди и от зла огради. Мой небесный отец, ты от радостью деть, ты мой пастырь благой, О, пребудь же всегда со мной, я к тебе иду и в час ночной, Ты пошли, с неба твой покой, слабый дух силой поддержи, Мой небесный отец, ты от радостью деть, ты мой пастырь благой, Мой небесный отец, ты от радостью деть, ты мой пастырь благой, О, пребудь же всегда со мной. Сокотворение называется «На кладбище». Такое название, конечно, не очень ласкает слух, Но всем нам придется цепить попнуться, И все мы испытываем большое горе, Когда друзей, близких, родных мы провожаем последний путь, И горе, плач, слезы, казалось бы, тот может остановить действие смерти. И когда из ворот города выходила траурная процессия, Вдова хоронила единственного сына, Навстречу процессии вышел человек, вышел пророк, вышел царь, вышел Бог, Наш Господь Иисус Христос. И Он совершил такое чудо, что воскресил, подошел и говорит, Юноша, встань. То есть очень все просто. Но чтобы воскресить, так бы Он, допустим, остался там, И в процессе, за процессе воскрешал, Но Ему, чтобы воскресить всех, Ему нужно было самому умереть. И вот Он умер, и Писание говорит, Иисус говорит, верующий в Меня не умрет, Но имеет жизнь вечную. Падает снег на могилу, К мыслям минорным клоня, Кто бы свинцовую гирю с душ опечаленных снял, Горькое чувство разруки дали до боли сердца, К небу протянуты руки, Тихо скорбят деревца, Кто даст надежду святую И превратит в радость плач. Снег радость сердца пинтует, Как многоопытный врач. Небо снисходит на землю, Саванная белизна. Смерть есть пророк к воскресенью, А воскресенье, весна, Падает снег на могилу. Травурно как-то шурша, Скоро я землю покину, Каждому шепчет душа, Верую, что не погибну, Вера в Христа мой бальзам. Падает снег на могилу, Яркий на боль глаза. Падает снег на кожу, А взрослога, А взрослого америка, С�чет души, А взрослого америка, и когда мы проходя этот жизненный путь, христианский путь, он достаточно, ну так сказать, сложный путь, и Бог проводит нас через разные путь, но, ты знаешь, как в этой песне, мне поётся, что Бог всегда везде со мной, Исаия говорит, что не бойся, я держу тебя за правую руку, так, когда мы проходим, что даже что-то мы ничего-то не понимаем, то всегда Бог как бы с нами держит нас за правую руку. Тебе спаси, дерьмо, я обращаюсь, услышь, мой Бог, и ухо преклони, перед тобой в смирении я склоняюсь, о, помоги, когда так с тормом льду, о, помоги, когда так с тормом льду, что есть я, Боже, пред Тобой, Я прах и пепел без тебя, Но ты взыскал меня, я душу, а я ухо преклони, скажи, ободрите моя сон, Я так устал и ослабил, А сердце так тоскливо и готово, О, помоги, что есть я, Боже, пред Тобой, Я прах и пепел без тебя, Но ты взыскал и меня любя, И я дышу любовью Твоей, Благослови, благослови, обогати собою, Я сладко, в этой жизни суетно И наполняю ста моих волою И приближай к отчизне неземной И приближай к отчизне неземной Что есть я, Боже, пред Тобой Но Ты всегда везде собой Я прах и пепел без Тебя Но Ты взыскал меня любви И я решу любовь твою Я прах и пепел без Тебя Но Ты взыскал меня любви И я решу любовь твою Я прах и пепел без Тебя Святой Иерусалим И ты идешь навстречу мне, небесный властелин О, как жила навстреча та Жила она для меня Скорей бы мне узреть тебя И я с тобой всегда Там, там ждет меня мой лучший друг Там, там горе все исчезнет вдруг Там, от счастья слез не сдержать Там буду славу содержать и вековать Иерусалим, Иерусалим Ты вечно молодой Я так хочу, я так хочу Прильнуть к тебе душой Я из него почти упал Приди на помощь мне Мне нужен ты, мне нужен ты В полночной темноте Там, там ждет меня мой лучший друг Там, там горе все исчезнет вдруг Там, от счастья слез не сдержать Там буду славу содержать и вековать Там, от счастья слез не сдержать Там буду славу созерцать и вековать Там, от счастья слез не сдержать Ты ждешь меня, ты ждешь меня, небесных она Там, земли, ты ждешь меня, залешь меня в свой край Земное все оставлю, я уйду к тебе в покой Тобой желанный увлечок иду, иду домой Там, там ждет меня мой лучший друг Там, там горе все исчезнет вдруг Там, от счастья слез не сдержать Там буду славу созерцать и вековать Там, там ждет меня мой лучший друг Там, там горе все исчезнет вдруг Там, от счастья слез не сдержать Нам пусть славу сожрцать и ляговать Посмотри на старых жарлей, как он лечит песни, Направляя свой взор, виден птица в небе простой. И не взяли, и взор в него, старых белых летящих птенцов, Будешь раться туда в небесах, расправляя свои паруса. Вместе с таей большой, большой над огромной землею, землей Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. Вместе с таей большой, большой над огромной землей, землей Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. Все люди, птицы земли, расправляя крылья свои. И тот час скоро придет, Иисус нас в небо возьмет. Ты готов полететь туда, И клеткой скована душа? Обратись к Иисусу с мольбой, Разорвет Он ее пред тобой. Запоет твое сердце тогда, И вдохнет на плечо на душа. Ты, поднявшись над суетой, Ты, другим, будешь звать за собой. Вместе с таей большой, большой над огромной землей, землей Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. Вместе с таей большой, большой над огромной землей, землей Полетишь высоко, высоко, в небеса далеко, далеко. А самое главное, трудился сам Бог, просто употребляя людей. Слава Господу! Я так заметил, с начала служения пошла одна тема. Вот она у меня лежит уже, примерно неделю-две на сердце. И место писания такое есть. Я сначала думаю, ну как так первым говорить, как-то не привык. Сейчас думаю, слава Богу, что первым дали сказать, потому что в конце, наверное, совсем уже нечего было бы сказать. Уже так много сказали. Мы вчера рассуждали после евангелизации, уже дома, когда разъехали сообщение, как вот Бог действует в нашей жизни. И на неверующих, и в наших уже верующих сердцах. Вот один брат сказал, вот как же достучаться вот до этих свердец. Вот я бы был в миге, если бы так вспомнить, я бы ни за что не пошел в эту евангелизацию. Зачем? Я так подумал про себя, наверное, тоже бы не пошел. А Бог вот так вот употребляет, и время избирает, и сердца побуждает. И кто-то приходит, и действительно, хоть один, хоть двое, хоть трое, по славу Господу, люди спасаются. Часто трудно сначала понять, что же Бог в твоей жизни производит. По-разному бывает, и разные обстоятельства, как уже говорилось, и разные испытания в жизни. И что-то хочется вот как-то сразу понять, и сразу пройти, но почему-то сразу не получается. И проводит Бог, и тот открывает, и тот открывает. Один брат сказал, он только уверовал, когда он сказал, я всегда хотел, чтобы мне Бог сразу показал, что у меня в жизни будет. Все мои испытания, все трудности. Но вот он прошел уже более 30 лет, а Бог говорит, что если бы он мне сразу это показал, я бы, наверное, не устоял. И постепенно он ему открывал, и показывал, и видел в этом он славу Богу, как он чудно ведет, как чудно в его жизни. Бог показывал, как чудно его выводил где-то, избавлял. Но самое главное, всегда уповать на Бога, и вот так вот брат Сергей пил, и знать, что человек прах и пепел. И все равно все это Бог. Основание Иисуса Христоса, которое вчера говорилось. Я не буду ничего нового говорить, потому что все уже сказано. Я обращусь к месту Писания, под деянием написанного в 10 главе. Мы все знаем про благочестивого мужа Корнилия. Итак, здесь описано очень ярко, очень хорошо отношения человека с Богом. И двухсторонние всегда отношения. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилия, сотник из полка, называемого Италийским. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостями народу, и всегда молившийся Богом. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилия. Он же взглянув на него и испугавшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои, милостями твои пришли на память при Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, у которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твоего. Слава Господу! Вчера, слушая эти свидетельства, как братья и сестры приходили к Богу, сердце наполнялось такой радостью, очень разные люди, очень разные пути и положение было разное в мире. Бог по-разному приводил. Действительно, пути Его не исправедливы, потому что Он знает, как каждое сердце подойти. А потому что знает свое творение, знает, что Ему нужно, знает, как Ему нужно обратиться. Он внимательен к своим детям, по славу Господу. И вот этот человек, он был Богочестивый, и, казалось бы, что еще нужно было ему? Такой добропорядочный гражданин, сотник из полка, достаточно высокое положение, достаточно большая должность, человек уважаемый. Вот и Честивый боялся Бога, написано. Со всем домом своим боялся Бога, не только он один. То есть в Его доме царил этот страх Божий. В Его доме были все приучены навыкам, наверное, послушанию, навыкам приучены обращаться к Богу, ходить в страхе Божьем. Говорил много милости, не народу, и всегда молился Богу. А значит, человек уже такой, достаточно, даже на духовном уровне, достаточно уже укоренившийся такой, достаточно стойкий. Что же ему не хватало? Почему же, вот какие у него искания были в жизни? Что еще? Казалось бы, у него такая жизнь, это пропорядочная. Чего-то ему требовалось, что-то в сердце его не хватало, в чем-то была у него нужда и жажда. И он, может быть, не знал в чем, но к Богу обращался всегда. Постоянно написано молившись, всегда молившись Богом. И мы в нашей жизни часто идем за Богом. Казалось бы, ничего плохого нет. Казалось бы, дела ходят. А вот чего-то не хватает, а чего-то не можем понять. Как же вот Бог тут действует? Для чего это в нашей жизни? Как нам дальше пройти? Написано, написано не столько, сколько человек обращается к Богу. Не вот это одностороннее отношение человека к Богу здесь больше описано. Не вот это отношение, как человек молится, хотя и расписано много про него. Какой он был человек в этом термине. Как он молился, какие он дела вел, такая жизнь у него была. Какое у него в доме было состояние, чтобы все были к страху Божьему приучены. Даже вот не это столько было здесь описано. Описано, как Бог действует в нашей жизни. Кажется иногда, что просишь, обращаешься, а Бог как будто будет специально так молчать. Не то, что не отвечает, а молчит. И учит тебя, чтобы ты слушал даже тогда его, когда он молчит. Учит человека даже тогда, когда, казалось бы, просто испытывает тебя на это терпение, на эту привязанность, на эту твердость, решительность. В том, чтобы все равно до Бога достучаться. В том, чтобы все равно от него получить этот ответ, эту ясность. Мы вчера говорили с братьями, там будет такая ясность и четкость, что на кого, наверное, вопросов не будет. Там, в Песах, которые Богом в Песах будет. Будет ясность, открытость. Никаких вопросов, никаких заблуждений. А Бог ясно и четко будет говорить. А здесь на земле кажется, что почему-то вот, ну, нет такого ясного бывает ответа. И приходится долго ждать. И, казалось бы, никто не помогает. И вот он почему-то молчит до времени. Почему так? Посмотрите, что написано. Во-первых, написано, что было у него видение. То есть написано, что Бог его услышал. Бог его слышал даже тогда, когда ему казалось, что он не слышал. Бог его слышал. Написано дальше. Ясно в видении видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал мне. Второе. Бог не только слышит тебя и меня. Бог не только всегда распростер для тебя, открыт для меня, для нас. Он еще послал Ангела. Сам, сам внимательно к тебе, послал тебе в помощь Ангела. Когда Ангел сказал ему, что делать, он еще послал в помощь Петра, то есть человека. Посмотрите, какая на самом деле внимательность Бога к нему. Какое у него внимание, какая помощь всегда. И Ангела послал, и Петра послал. И этот человек спас и весь дом его. И принял Духа Святого, и крещение принял, и слава Господу. И казалось бы, не видим и не слышим Бога в нашей жизни, когда бывает такое. А Бог открывается, и потом ты понимаешь, что Он все это время был с тобой. И все это время помогал тебе. А через то, смотришь, помогал. И через это, и через того человека. И являл свою милость к тебе. Хочется за Бога благословить. Хочется за это Богу молиться. И хочется за это помолиться Богу, и прославить Его за то, что даже когда мы не видим, Бог бывает, не внимательны к нам, Он всегда рядом с нами. Он всегда свою милость к нам являет. И всегда дает эту помощь, которая, может быть, на первый взгляд незаметна. Но потом, впоследствии открывается, что всегда был знаком. О, твой ты, скала моя, На тебя я уповаю, Господь, господа. И к Богу моему. И к Богу моему. И к Богу позвал. И услышал он, услышал он, От чертога своего голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Боже, ты даешь мне свет, Расвещаешь всю мою. Боже, твой не порочен путь, И чисто слово Твое. В тесноте моей призвал я, Господа, И к Богу моему позвал. И услышал он, услышал он, От чертога своего голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Жив Бог неблагословен, Бог спасения моего. Ты избавляешь от врагов, Возносишь, Боже, меня. В тесноте моей призвал я, Господа, И к Богу моему позвал. И услышал он, услышал он, От чертога своего голос мой. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Люблю тебя, Господи, крепость моя, Твердыня моя и прибежище мое. Опять. Возгласность Бога для того, что Он даровал нам всем спасения и вечную жизнь. Он сказал, возьми крест твой и следуй за Мною. А в другом месте Он сказал, кто не берет предсказство Его и следует за Мною, и тот не со Мною. Вот он в своей стеркви. Христианин Не этот путь христианина Цветы растут, но не видны кресты Идет здесь путник, радостно и вольно Букет нарвет прекрасно на ходу Такой дорогой очень он доволен Цветы как плод несет он ко Христу Но есть и не совсем неподалеку Вратарь и Путин, идущий в райский сад Но только он не легкий, не широкий Там нет цветов Кресты в его стоят Христиане Вдруг мысль пришла в сознание Он вспомнил крест Он на Голгофе был И видел Сына Божьего страдания И то, как эту тяжесть Бог носил Так значит, этот путь есть правильный и точный Путь христианский Господа следы И взял он крест Свалил на плечи точно Ушел он с верою от мира пустоты Летели дни И года чередою Уж скоро к цели оба подойдут Христианин тернистую тропу И путник на дороге Рядом тут Они друг друга видели все время И путник часто в сердце говорил Зачем несет он Богу это время? Христу букет бы лучше подарил Несет какой-то крест себя терзая Безумие Нет в этом красоты А мой подарок был Благоухай И без труда В руках моих Святы Христианин с трудом Передвигая ноги Уже отстал от пупника того Он не видел тем путем Идущих ноги А на своем Не видел никого Вот ими путь мой Я не заблуждаюсь Другой дорогой многие идут А я один Со смертью сражаюсь Не каждый шаг Как непосильный труд Но вновь Пред взором Боль Голгофа Муки Толпа безумная Иисус совсем один И укрепил слабейшие руки Под нож и пяшку Своей христианин В далекий путь Приблизился к мчению Вдруг воссиял Великий с неба свет И все увидели Иисуса Божья Сына И пупник Приготовил свой букет Что это Перед тобой пропасть Под боль в руке Посыпался Завял Тобой руководила Только гордость Ты запутился И цветам воды не дал Мог бы пойти путем Где капли крови Христос ронял Страдая за людей Но ты Ни разу не был На Голгофе Я пошел Ее долину И страстей Он в ужасе И страхе Повернулся Того увидел Увидеть Кто с крестом Прошел Но вдруг Над пропастью Великой Пошелкнулся Во тьму Навеки Вечную Ушел Христианин Пал к ногам Иисуса Я ничий Добрый Месть Тебе не смог Но вдруг На крест Пооглянулся И чудо Видит Целый Сад Цветов Твой крест Тяжелый На тропинке Русской И днем И ночью Орошаем был Слезами Потом Кровью Мукой Ты сам Своей души Не выступил И вот теперь Страданиями Политами Твой крест Расцвел Как сад Как божий рай Войди Благословенную Дверь открыта В обитель чудный Небесный Ночный край Идешь ты в небо Ну какой тропой Иисусу Что в руках Своих Несешь Возьми Свой крест И ороси Слезу И унов Господних Пусть цветет Все Благодарю Сему Что он Погнал И Радостно Приятно Прибывая здесь Есть руководитель На сердце Много И еще Нет таких Ощущений Не надо Обстраиваться А вы просто Научиться Верить И ждать Господа И вы знаете Бог Всегда Благодаря Смеленным Сердцем И Иисус Христос Его служение Оно Вы знаете Оно Необычное Такого Делал Раньше Такого Не будет И потом Это Необычное Служение Он Посвятил Всего Снова Себя Этому Служению И Вы знаете Его Даже Из-за Его Дома Родственники Не Не Принимали Даже Не В Свои Дети Если С вами С каждым Может Будет Случается То же Самое Не Отчаивайтесь И И Иисус Было То же Самое Не Принимали Нет Пророка В своем Отечестве Но Пришла Жизнь И Другого Говорит Мы Ничего Не Можем Если Мы Хотим Чтобы В наших Домах Было Понимание Взаим Понимание Чтобы Муж Уважал Любил Жену Жена Любила И Уважала Мужа И Дети Призновали Чтили Родителей Конечно Нужна Эта Жизнь Я Жил Всю Эту Жизнь И Думал Что Это Жизнь Которая Меня Окружала Как Я Научник И Я Согласился С той Долей Прожить И Умереть И Всегда Что-то Искал И Когда Пришла Жизнь Я Не Обказался Я Принял И Думаю Вы Сделали То же Самое Потому Что Бог Помог Нам Ощутить И Он Открылся Для Нас И Вы Знаете Это Самое Прекрасное Что Можно Прожевать Любому Человеку И Сегодня Это Происходит И Мы Благодарим Что Эта Жизнь Она Вошла В Наши Сердца И Мы Сегодня Действительно Живем Может Быть Мы Как-то По-человечески Не Проявляемся Так Как-то Бегать Там Как-то Радоваться По Улице Как Знаете Бывают Люди С Тридцать Лет Ты Земле Тридцать Лет На Земле Ты Порошин Непременный Просто Человеческий Сын Сын Марии Иосифа Сын И По Виду Ты Был Человек Невысокого Роста Благочестия Тайны Делитой Ты Был Господин Тридцать Лет Ты Пришел Иоанну Притечи Креститься Среди Многих Блудниц И Простых Неприметных Людей Ты Пришел Чтоб Прославить Отца И Народом Открыться Взять Невесту Себе А к отцу Назад Лучших Детей Двидцать Лет Долгожданный За нами Спаситель Явился Не на белом Коне А в сандалях На босых Ногах Ты Притечи Всего Перед тем Человеком Склонился С Неба Правда Пришла Дабы Царь Поцарился В сердцах Ты Двенадцать Избрал Из простых Неприметных Сограждан Просто Грешных Людей Просто Тех Кого Выбрал Отец И Кто Грешником Был Тот Тобою Прощал Я Правда Просто Ты Был И Есть Врачевателем Грешных Сердец Ты Недолго Совсем Их Учил Тайном Царства Святого А Они Не могли Твое Слово И Царство Местить Ты Отца Им Показывал Тело И Снова И Снова Ты Учил И Что Значит По Милости Верить И Жить На Последней Вечере Любви Ты Им Всем Объяснился Ты Весна Твое Время Пришло Стать Здесь Можем Скорбеть Ты Принь Вече Всего Ты Господь Перед Ними Склонился И Омыл И Стопы Ты Любил И Обмал И Терри Их Осталось Одиннадцать Тех Что Тебя Не Вредали Просто Сидо У них Не Хватило Любить До Конца Прощал И Когда В Тестимании Тебя Покидали Когда Петр Отрется Тебя А с Тобой И Отца Ты Все Взял На Себя Этот Суд Завершался Над нами Ты Стал Жертвой За Грех Всего Мира И Ты Победил Знал Конечно Отец Что Спасет Нас Твоими Руками Потому Что Ты Креп До Смерть И Нас Возлюбил И Когда В Тестимании Отцу Ты В Любви Признавался И Был Бот Твой Как Кровь За Мою Непутевую Жизнь Ты Мне Путь Прологал На Кресте Обнаженным Остался Ты Унизил Себя Для Того Чтоб Нам Дать Свою Жизнь Остался ПЕСНЯ Ты наш пояр, светила, все свети, Ты нас берешь в небесные высоты, Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Ты победил! Каждый из нас верит Божьему слову, Радуясь Богу и Духу Святому, Слоняя колени во славу Отца, Теперь распахнули бы наши сердца. О, наш Иисус, Ты лучший капец, солдат, Ты наш пояр, светила, все свети, Ты нас берешь в небесные высоты, Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Ты победил! Аллилуйя Тебе, Ты принял участие в каждой судьбе, Сегодня во славу Тебе мы поем, Сегодня хвалу мы Тебе принесем! О, наш Иисус, Ты лучший капец, солдат, Ты наш пояр, светила, все свети, Ты нас ведешь в небесные высоты, Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Ты победил! О, наш Иисус, Ты лучший капец, солдат, Ты наш пояр, светила, все свети, Ты нас ведешь в небесные высоты, Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, Господь, Ты победил! Слава Тебе, Господь, 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 Господ Субтитры подогнали Симон. 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 И другими словами мы должны иметь все в Христе. Вся наша жизнь должна быть наполнено Христом. Здесь написано дальше. Во всех путях твоих познавай его и он направит стези твои. У меня было общение с молодежью. И я вспомнил этот стих, я так задал вопрос. Допустим, когда ты сидишь, смотришь телевизор, в этих путях ты познаешь Господа или нет? Или когда ты тратишь свое время, сидишь в интернете, что-то читаешь, просто интересуешься. Я не говорю, что никогда нам нельзя посмотреть какую-то информацию. Но бывают люди, они очень много дают этому значения, очень много пребывают в этом. То в этих путях познаем ли мы Господа? Я думаю, что ответ очевиден. И тут дальше написано, что если мы будем во всех путях стараться познавать Его, проверять все свои пути, правильные они или неправильные, и будем чтить Господа, тогда наши житницы, они будут наполняться и точила будут переливаться даже новым вином. Это может быть не всегда такая жизнь, знаете, такая простая, легкая, без каких-то трудностей. Нет, Христос же тоже, Он жил, у Него не всегда было легко, Ему когда-то было трудности, когда-то Ему нужно было переносить какие-то скорби, да? И если мы будем полностью всегда взирать на Христа, полностью полагаться на Него, полностью жить Им, во всех путях своих познавать Его, тогда наши житницы только будут переполняться. Поэтому, друзья, мне бы хотелось помолиться. Еще в одном месте написано в Евангелии от Матфея, что кто не собирается, но и тот расточает. Мне бы хотелось помолиться о том, чтобы мы в каждый день, чтобы мы, знаете, не были такими христианами, которые живут только от служения к служению, и получили какую-то благодать в сердце, да, получили какую-то радость, и мы радостно идем домой и ждем следующего служения, чтобы получить еще какую-то радость. Нет, чтобы мы во всех путях своих познавали Христа, и только при этом условии будут наши точила, они переполняются этим новым вином. И только при этом условии мы будем благоуханием Христовым. Мне бы хотелось помолиться, чтобы Бог благословил нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько тысячелетий ты надо мной трудился, плакал, любил и верил, и до крови молился. А у меня в доме радостью все согрета, нету былой боли, все позади где-то. Вечный скитарь в свете пел мне в ночи песню, как в неземных страданиях Господа я встретил. И у меня в сердце вечный Господь родился, чтоб я любил и верил, и за тебя молился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры отдал DimaTorzok По полдороги в небо По полдороги в небо По полдороги в небо По полдороги в небо Тревожно, что замедлили шаги Что в ком-то тает роткая надежда А ведь у нас осталось о пути По полдороге в небо 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 Кому-то надо руку прокинуть Кого-то надо бережно заметить Как страшно потерять кого-нибудь На полдороге в небо На полдороге в небо На полдороге в небо Не дай, Господь, кому из нас дремнуть Не дай за почкой белые одежды Осталось, может, несколько минут От полдороге в небо 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 Песня Секрата Секрата Призыв мощный всем раздался, Божья Нива ждет Тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья Нива ждет Тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Призыв деть великой жатвы, Говорят его старт. Призыв деть великой жатвы, Говорят его старт. Мужи сильные идите, Спелые кого съезжать, Близок вечер поспешите, Урожай спали собрать. Близок вечер поспешите, Урожай спали собрать. Юноши старей идите, На поля знабы вязать, Старшим братьям помогите, Жатву в житницу собрать. Старшим братьям помогите, Жатву в житницу собрать. Жилы сильные вставайте, Дели божьи вы нужны, И прилежно соберите, Золотистые снобы. И прилежно соберите, Золотистые снобы. Девы юные бегите, Божье небо ждет и вас. Все колосья соберите, Что могли к земле припасть. Все колосья соберите, Что могли к земле припасть. Убеленный сединою Славы старец поняты, И дрожащею рукою Сном забыты под ними. И дрожащею рукою Сном забыты под ними. Наконец, все христиане, Бросьте грех и суету, Выйдет все на Божью Ниву, Бог зовет нас всех к труду. Выйдет все на Божью Ниву, Бог зовет нас всех к труду. За трудом покой приятный, Всех лицов на небе ждет. Скоро, скоро Царь небесный Свою церковь взять придет. Скоро, скоро Царь небесный Свою церковь взять придет. Пусть спустились тени ночи, Час полночный настает. Поднимите ваши очи, Наш Господь скоро грядет. Скоро, скоро Царь небесный Свою церковь Свою церковь взять придет. Скоро, скоро Царь небесный Свою церковь взять придет. И все представят, Веду его престола. И он зайдет, Как солнце правды, Засияет над землею. Кому-то встанет Он лицом и даст награды, А кому-то встанет Он спиною. Кому-то встанет Он лицом и даст награды, А кому-то станет он спиной, и тогда они заплачут горько, и слезы побегут рекою. Почему, Господь, ты не со мною? Почему стоишь ко мне спиною? Почему, Господь, ты не со мною? Почему стоишь ко мне спиною? И Он ответит, а ну-ка вспомни, когда в двери я твои стучался. Помнишь, ты стоял ко мне спиною, хоть и знал, что я в тебе нуждался. Помнишь, ты стоял ко мне спиною, хоть и знал, что я в тебе нуждался. И ты воскликнешь, стена не горько, покажи, когда ты в дверь скучался. Скажи, когда ты, Бог, во мне нуждался, но оказался я тогда холодный. Я был ребенком, просящий хлеба, я был избит и стонал от боли. Но мимо ты прошел, смотря на небо, посыпая мои раны солью. Но мимо ты прошел, смотря на небо, посыпая мои раны солью. Но те, кому я раздаю награды, услыхали плач, пришли на помощь. Исцеленью моему были рады, ожидая, что я их вспомню. И войдут они в познание Бога, и в одно сплошное наслажденье, А другие не заплатят своего долга, хоть и вечно будут жить мученья. А другие не заплатят своего долга, хоть и вечно будут жить мученья. Звезды мира подоскнеют, небо свернется луном. Звезды мира подоскнеют, небо свернется луном. И он зайдет, как солнце правды, засияет над землею. Кому-то встанет он лицом и даст награды. А кому-то встанет он спиною. Кому-то встанет он лицом и даст награды. Жизнь предлагает нам много путей, Но один лишь ведет нас к тебе, Боже праведный. Мы выбираем его, чтобы быть нас роденными вновь, Потому что пролив свою кровь, Боже праведный. Ты дал нам жизнь, пойте, Аллилуйя! И услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит, и за все нас прости, Боже праведный. Ты нас прости, Своих грешных детей, И не услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит, и за все нас прости, Боже праведный. Ты нас прости, Своих грешных детей, И позволь до конца своих дней Петь хвалу тебе. Пасты наш любящих все, Чем мы дышим и чем мы живем, Лишь надежда, что в Царстве Твоем, Боже праведный, Мы пребывать будем. Аллилуйя! И услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит, и за все нас прости, Боже праведный. Аллилуйя! И услышит Господь, и Он примет хвалу нашу. Аллилуйя! Нашу жизнь осветит, и за все нас прости, Наш Господь. Аллилуйя! Поняли и с христианом такое бывает. И, как Он обещал, Говорит ей ер. Сей, я с вами до скорости. Это был целеустремленный Бог-человек. Это была целеустремленная личность. и чтобы